Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что-то необыкновенное Вот хотя бы по количеству Потрясающих мемориальных досок Этих воплощений памяти Которые, значит, прилеплены Приклепаны К его домам Место, по которому ходили Олимпийские боги Каждый дом легенда Каждый дом история Живая история, грустная история, трагическая история И замечательная, славная история Действительно, среди старых Отреставрированных и изменивших Свою облик до неузнаваемости Здание Брюсово-Пирюлка Легко заблудиться в веках Можно очутиться В середине 17-го Или в начале 18-го Вспомнить звучные имена 19-го и 20-го Даже название Брюсов, это уже история Отстоящая от сегодняшнего дня На несколько столетий Переулок сохранил его Даже после революции Когда Разрушив старый мир до основания Большевики всему разрушенному Давали новое название Тогда Переулку повезло Он остался Брюсовым И только в 1962 году После смерти народно-артистский СССР Антонина Ивановна Неждановой Он был переименован В честь жившей здесь Выдающейся русской певицы И вот в этом смысле Брюсову Переулку опять повезло Его назвали не Переулком Дмитрия Ульянова Скажем Или Елены Стасовой А все-таки Великой Антониной Неждановой Это приятно И даже как бы немножко жалко Что имя Нежданова исчезло С этих уличных досок И указателей Не могу согласиться Что в Москве нет Пушкинской улицы А есть Большая Дмитровка Что нет улицы Чайковского А есть Невинский Или Новинский бульвар Нет Собиновского переулка А есть Пятая или Шестая Кисловская И вот эта улица называлась Улица Неждановой Великая Антонина Васильевна Неждановой Партнера Шаляпина И Собинова Но в то же время все равно Это правильно и хорошо Даже при том Что кто помнит Сейчас Якова Брюса И может быть многие думают Что переулок назван В честь русско-советского поэта Члена коммунистической партии Или как она называлась ВКПБ Валерия Яковлевича Брюсова А нынешнее название Брюсова переулка Ведет от одного из Главнокомандующих города Москвы Конца 18 века Последнего потомка Известного нашего государственного деятеля Еще времен Петра Якова Брюса Собственно говоря Дом, который сейчас в лесах Принадлежал его отцу Александру Романовичу Брюсу Который его купил Где-то в 30-е годы 18 века Яков Александровичу Наследовал от отца Не только дом Но и горячее желание Служить России верой и правдой Как это делали до него Все поколения Брюсов С середины 17 века Участвуя в важных Для России сражениях Брюс награждался орденами Стремительно повышался в чинах Начав поручиками Закончив военную карьеру Генерал-аншефом Наконец в 1781 году Он назначается Главнокомандующим города Москвы Главнокомандующий города Москвы Это то же самое Что комендант города Или военный губернатор В терминологии Конца 19 века В этой должности Яков Брюс Пробыл До 1786 года Много сделал для города В частности Именно в его правлении Начинается строительство И обустройство Всесвятского моста Который сейчас мы знаем Как Большой Каменный мост Назначенный генерал-губернатором И Москвы, и Петербурга Брюс Служил на благо обеих столиц Добросовестно выполняя Высочайшие указы Из письма Екатерины Второй Яков Александрович С особливым удовольствием Вижу труды и старания Ваши по губерниям Вам веренным И желаю в том Доброго успеха В Москве Брюс Занимался даже просвещением То открывал типографии То отпечатал Тираж неполезных народу книг То посещал театр То запрещал пьесу Углядев в ней нападки на тиранов Екатерина была спокойна В России нет тиранов Русский народ подсчитает Свою царицу родной матерью Немало сделал Яков Брюса Для Петербурга За что был похоронен Среди самых заслуженных сынов Отечества в Александрнеевсклавре Но имя этого потомка Шотландских королей Осталось в названии Маленького переулка Москвы На самом деле переулок этот Известен москвоведам Века с 16-го Причем известен он По казусной причине Потому что вот на том месте На котором мы с вами стоим Находились пороховые склады Лабазы Еще времен Ивана Грозного Ну и понимаете Что до сих пор В общем на самом деле Пожарная безопасность В Москве желает лучшего А в те далекие времена Было еще гораздо хуже Потому что Москва была деревянная Москва горела Горела Москва И от набегов крымского хана И во время польской интервенции И хотя в 17-м веке Тротуары и мостовые Все еще строились Из бревен и досок Дома уже стали возводить каменные Самое старое историческое здание Этого переулка Было построено в 17-м веке И принадлежала она Купцам Арсалановым Как видите Дом по меркам 17-го века Каменный Построен он был почти В то же самое время Как палаты Бояр Романовых Такого рода постройка Каменная Богатая и дорогая Свидетельствует о том Что уже в 17-м веке Переулок этот был Ну весьма престижным местом Для проживания Московской знати Переулок живет Меняется Очень много Утрат Которые мы имеем В настоящее время В частности Не сохранился Очень замечательный дом Вот этот вот дом Который построен На месте особняка Андреева Знаменитый некогда особняк Купец Андреев Был известен тем Что держал Самый большой в Москве Склад колониальных товаров Сюда За продуктовой Неведалью Съезжался весь город Это потом Пальма первенства Досталась Елисеева Здесь часто бывал Поэт Константин Бальмонт Женившийся На дочери Андреев Другой дом Переулка Утерян и навсегда Значился Под номером 6 В свое время Принадлежал Профессору Московского университета И писателю Самароку Потом через десятилетия Он перешел Во владение Не менее известному Отечественному поэту Боротынскому Который сюда Привел свою молодую жену Тоже прожил здесь 15 лет А последний из известных Так сказать Обладателей Жильцов этого дома И Обладателей кабинета В которых сидели И Боротынский И Самароков Да и бывал Станкевич Сбилинским Был известный Советский архитектор Желтовский Этот дом Этот кабинет Сохранились До 1959 Года Здание Безжалостно Перекроили В духе Постановления 60-х О борьбе С архитектурными Излишествами А через несколько Десятилетий Особняк И вовсе Исчез из пространства Города И истории Не могу Скажем Не вспомнить Вполне Понятные Ассоциации Гениальное Скорее Боротынского Предрассудок Одно из самых Любимых у него Предрассудок Он обломок Давней правды Храм упал Предрассудок Он обломок Давней правды Храм упал А руин Его потомок Языка Не разгадал Гонит он В наш век Надменный Не узнав Его лица Нашей правды Современной Дряхло Летнего Отца То что Сейчас Многим Кажется Предрассудком То что Кажется Уже Отжившим Устаревшим В русской Культуре Это и была Правда Без которой Мы опять-таки Не можем Быть людьми А то что Нам теперь Кажется Правдой Скорее всего Кажется Глупой Мелочным Предрассудком Вот и на этом месте Вполне могли бы Оказаться Руины Небольшой Церкви Воскресения Славущего Но судьба Смилостивилась И она Деревянным Основанием Уходя В 16 Век Нынешним Своим Обликом Известная С 18 До сих Пор Стоит В самом Центре Брюсов Переога Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова